Виктория и я очень рада приветствовать вас в Академии Ярмарки Мастеров. Сегодня у нас эксклюзивный вебинар от эксперта проекта «Женское дело» Татьяны Синягиной. И она нам сегодня расскажет о том, что такое и кто вообще наша целевая аудитория и каковы точки роста вашего бизнеса. Но прежде чем мы начнем, как обычно, расскажу вам несколько технических моментов. Отправлю ссылки в чат по проекту. Ознакомьтесь, пожалуйста, много интересного есть. Итак, перейдем к техническим моментам. Если во время трансляции у вас будут возникать какие-либо проблемы или вопросы, обязательно пишите нам в чат. Мы будем стараться всем вам помочь. Если будет зависать изображение или пропадать звук, просто перезагружайте страницу. Напомню, что у Татьяны нет видео. Мы ее будем только слушать. Она будет подробно комментировать презентацию. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Запись сегодняшнего мероприятия придет всем вам ссылкой на электронную почту. Пройдете по ссылке в письме на странице Академии на ярмарке мастеров. Запись будет вам доступна. Главное, не забудьте, пожалуйста, ввести ваш логин и пароль, ведь запись доступна только авторизованным пользователям. И также всегда можно найти запись без ссылки в письме в разделе Академия в прошедших вебинарах. Тоже не забудьте авторизоваться. Ну а теперь я передам слово Татьяне. Секунду. Татьяна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Удачного вам занятия. Спасибо. Спасибо. Добрый день, дорогие слушатели. Меня зовут Татьяна Синягина. И мы с вами сегодня проведем вебинар «Как продумать свою целевую работу и увидеть точки роста». Данный вебинар будет основан на двух чатах, точнее, на двух аккаунтах, которые мы будем разбирать подробно и с точки зрения практики. Я вопросы сейчас читать не буду. Я их потом прочитаю и отвечу на все ваши вопросы. Сейчас я буду идти четко по презентации. Итак, кто я такая? Меня зовут Татьяна Синягина. Я маркетолог по специальности коммерческий маркетинг и маркетинговая логистика. 17 лет работала в крупной немецкой компании на рынке FMCG, продвижение в соцсетях. Сейчас я работаю художник по вышивке и росписи ткани ручной работы, сотрудничаю с крупными известными российскими брендами и создаю свою линию аксессуаров. Это женские галстучки и брошки. Также я расшиваю лифы для свадебных дизайнеров и кутюрную вышивку создаю. И являюсь экспертом в социальном проекте «Женское дело» на ярмарке мастеров. Итак, теперь перейдем к вопросу, кто наша такая целевая аудитория. Итак, обычно частый ответ, когда задаю вопрос, знаете ли вы свою целевую аудиторию, перед тем, как кончать сотрудничать с клиентом, это отвечает, что наша целевая аудитория – это все, мы продаем всем от малого до великого. Или, например, классический ответ – наша целевая аудитория – это все женщины. На минуточку, если человек находится, например, в Москве или в каком-нибудь более мелком городе, и, например, он говорит, что наша целевая аудитория – это все женщины. Я всегда спрашиваю, женщины Америки – это тоже ваша целевая аудитория? Они говорят, нет. Тогда почему вы тогда так говорите, что все женщины? Поэтому, возможно, я кого-то шокирую, но такого не бывает, чтобы наша целевая аудитория были все. Неправильно полагать, что вас могут купить абсолютно любой человек. Потенциально, да, к вам может прийти разный человек и сделать покупку. Но, как правило, если вы будете работать с данными и собираете вашу статистику продажи, как правило, у вас выстроится некое сегментирование по вашим клиентам. Поэтому, сейчас я скажу нудное, но очень важное определение, что целевая аудитория – это люди, объединенные общими признаками или объединенные ради общей цели или задачи. И под общими признаками могут пониматься любые характеристики. Например, неработающие замужние женщины от 25 до 35 лет – блондинки. И именно эти женщины, например, придут в определенный салон. Или именно эти женщины позовут к себе стилиста, который хаживает за их блондом, волосами, именно к себе домой. Поэтому они будут объединены определенными характеристиками. Первое – они блондинки. Второе – они неработающие. И третье – они замужем, скорее всего, у них есть маленькие дети, и они не в состоянии потратить время и сходить в салон красоты. Например. Также важно – не нужно бояться сегментировать и уменьшать круг потенциальных клиентов. Такие действия дадут только рост, прибыль, и все, если вы все сделаете правильно. Я к чему говорю, что многие боятся сузить свой сегмент, уменьшить круг, потому что они боятся потерять клиентов. Но если вы это сделаете, то ничего плохого не произойдет. Наоборот, вы будете понимать, для кого вы работаете, и как правильно выстраивать свою рекламу, как правильно подавать продукт, как правильно писать посты в Инстаграм, в социальных сетях. Но если вы будете распаляться на всех, то определенные люди, которые будут сконцентрированы именно на вас, которым нравится ваша подача, которые захотят работать с вами, они просто могут не услышать вас, и могут не услышать, как вы доносите до них продукт. Поэтому если вы не знаете, кому вы продаете, значит, вы не знаете, где, что и когда. Итак, очень многие в самом начале себе задают вопрос, зачем мне тратить время на подбор целевой аудитории. Это же всего лишь теория, зачем в этом вообще во всем копаться, разбирать, думать. И я, может быть, вас обижу, но если вы не сядете, не подумаете, для чего это нужно, то вы тогда никогда не поймете, как работает маркетинг. Вы никогда не поймете, как работает эта наука, чтобы двигаться дальше. Если вы не знаете, то, к чему вы продаете, и какой у вас самый популярный посетитель в вашем магазинчике, он же группа людей, то вы не сможете понять, что он любит, и вы не сможете до него донести товар. Например, мы пишем рекламный пост в Инстаграм, и наша задача – привлечь внимание целевой аудитории. И вы хотите, например, сделать рекламный пост через боль клиента, через его проблему, через его потребности. А у всех потребности бывают абсолютно разные. Например, у кого-то нет времени на посиделки с друзьями, а у кого-то вечная проблема нехватки денег. А у третьего человека, например, будет элементарная проблема, у него просто мало стильной аудитории. И как же вы каждому, например, донесете свой продукт вот этим абсолютно разным людям через один пост. Так не получится, надо писать разные. И еще дополнительный вопрос – это как мы это будем писать. И очень важно знать аватар клиента. Это следующий этап, который более продвинутый вариант целевой аудитории. И разница аватара клиента от целевой аудитории – это определение конкретных личностей. То есть мы уходим в детализацию. Итак, когда вы начинаете разбираться с целевой аудиторией, вам нужно задать себе вопрос. Первое, с чего начать, чтобы определить целевую аудиторию. Итак, под что подбирается целевая аудитория? У вас может быть либо существующий продукт, либо продукт, который вы придумаете под выгодную целевую аудиторию, то есть которая является платежеспособной. Если вы подбираете продукт под существующий, точнее, если вы подбираете под существующий продукт, то есть он у вас уже есть, и вы, например, торгуете игрушками в центре, то вы просто определяете свою целевую аудиторию и продаете именно, выстраиваете продвижение, рекламную акцию именно под существующий продукт, именно в конкретном месте. А если, например, вы ищете платежеспособную целевую аудиторию и под нее подбираете продукт, то вам нужно начать с анализа и понимания, куда имеет смысл идти, то есть идти от обратного. Например, какой большой чек, короткий цикл сделки и высокая частота транзакций в вашем бизнесе, и вот этот анализ, он может дать именно понимание, какой продукт, в какую нишу вам зайти, чтобы вот эта вот платежеспособная целевая аудитория, вы были актуальны, чтобы она к вам пришла. Дальше вам нужно отвечать себе на вопрос, к какому сегменту рынка вы относитесь, то есть есть бизнес для бизнеса и бизнес для клиента. Вот если, например, бизнес для бизнеса, то ваши клиенты – это, например, магазины, если, например, взять рынок хедмейда, например, вышивка, вязание, то если, например, вы делаете бизнес для бизнеса, то вы продаете материалы для мастеров, и у вас целевая аудитория, во-первых, она очень сильно сужена, и вот этот рынок, он, сегмент рынка, он самый такой любимый, потому что в нем, как правило, нет такого выноса мозга, как отслеживание спроса и предложения. И здесь этот рынок, он очень мало подвержен кризисным изменениям, он не реагирует, ну не так остро реагирует на экономику. Как правило, у вас целевая аудитория, она сужена, и обычно целевая аудитория, ее там буквально одна-две вы описываете, какие у вас могут быть мастера. А вот если бизнес для клиента, то здесь все нестабильно, и нужно постоянно следить за спросом и предложением, потому что на него может влиять и политическая, и экономическая ситуация, и появление новых товаров, услуг вместе с вами, то есть ваши конкуренты, всякие изменения тенденции моды, тренды, какие новые появляются, то есть это все может влиять на ваш товар, на вашу ассортиментную матрицу. Сезонность может влиять на вашу ассортиментную матрицу, и что-то еще дополнительно другое. И самые большие ошибки – это слишком широкая целевая аудитория и единоразовый подбор целевой аудитории на всю жизнь, то есть когда люди не обновляют и не анализируют, для кого они продают. То есть, например, они запустили магазин в 2018 году, и так и остались, в 2025-м они так и сидят с теми же, а, например, пришло много нанотехнологий или различные какие-нибудь изменения, экономические произошли, мода поменялась, а вы так и сидите со своим стилем неизменным. Естественно, клиенты, может быть, останутся единицы, которые будут вашими поклонниками, а остальные могут уйти. Поэтому этот сегмент, он, конечно, более эмоциональный, более подвержен изменениям, где требуется больше анализ. И чтобы избежать на этом сегменте неприятных моментов, когда спрос падает и нет продаж, то нужно взять себя в руки, сегментировать свою целевую аудиторию, отсечь ненужных, поделить на маленькие группы. И делается это, как правило, один раз в один-два года. Это зависит от сферы, в которой вы работаете. Дальше. Вопрос, какую из задач нужно решить. Во-первых, это где продавать, когда продавать и что продавать. Где продавать? Это где обитает ваш клиент, где его искать, где нужно реализовывать рекламную акцию, чтобы он ее увидел, и она сработала. Цель, где продавать, это понимание каналов рекламы. Когда продавать? Это цель понимания определенного лучшего времени для подачи рекламы. И что продавать? Это понять, какие предложения зацепят именно вашего клиента. Ведь у всех, у нас есть различные боли, страхи, различные интересы. И цель – понять, насколько эффективны предложения. Поэтому переходим дальше. Когда теория пройдена, теперь пошла практика. Итак, первый этап. Кто они такие? Кто она такая? Наша целевая аудитория. Кто они такие? Наши клиенты. Нам нужно определить клиента и определить их на группы. И чем понятнее мы это сделаем, тем лучше. Задача не высмеет человека, например, когда вы его описываете. Например, я, может быть, скажу так немножко сейчас грубо. Например, главурная FIFA с богатым мужем. Или, например, механик Иван Иванович из сельской местности. Но когда вы будете вот так вот описывать портрет своей целевой аудитории, вы будете более точно понимать, кого вы имеете в виду. И когда произойдет деление аудитории, и уже решить, что для нее интереснее всего. Дальше, когда вы поделите нам свою целевую аудиторию на подгруппы, вы должны будете определить, где их искать. Например, нужно расписать несколько дней жизни потенциальной целевой аудитории. Отдельно будни, отдельно выходные, если нужно прописать даже праздники. И увидеть, где эти люди передвигаются, как они перемещаются, что они любят, на что они тратят свое время. Например, гламурная девушка. Например, проснулась она в 11 утра, открыла новости социальной ленты. Можно даже перечислить вплоть до того, какие социальные ленты она читает. Включила фоном телевизор. Дальше собираются, красятся, накручивают локоны под радиолюбимое. Дальше садится в машину и едет по улицам. И приезжает на тренировку в фитнес-клуб. Вот вы со своим товаром для этой девушки. Где вы можете ее поймать? Нужно подумать, через что, где и когда вы сможете, точнее, она сможет принять решение о покупке, и вы могли бы для нее быть полезны в этот момент. Нужно понять клиента, когда у него есть необходимость. И где человек находится, и что делает в тот момент, чтобы вы оказались в нужное время, в нужном месте. Третье. Какой посыл? Нужно составить посыл и определить потребности, какую задачу вы решите, проблему, решит ли ваш продукт проблему данного клиента. Страхи. Потому что у многих именно на страхах основывается, рождаются потребности. И некоторые клиенты именно на страхах принимают решение купить тот или иной продукт. И критерии выбора. На что они опираются? Клиент при покупке. Для каких критерий? Потому что для каждого клиента критерии покупки могут быть разные. Эмоции, которые клиенту важны при совершении покупки чувств, например, человек хочет чувствовать себя лучше, худее, казаться себе агрессивее, например. И причины. Как правило, причины при решении покупки – это ответы на критерии выбора. Так, следующий слайд – это товар, к которому мы переходим. Товар, к которому мы переходим, уже именно разбор на конкретных примерах. Значит, первый пример – это товар «Крымская соль». Розовая крымская соль – продукт, который создан в городе Севастополь. Розовая крымская соль – это натуральный продукт для личного использования или в подарок. Эмоции после вкусе, домашние процедуры, как от посещения спа-салона, не выходя из собственной квартиры. Сегмент рынка для этого продукта – это рынок для клиентов, рынок B2C и рынок B2B, то есть для, например, тех же магазинов. Для тех, например, для кого-то, кто хочет использовать эту соль у себя в процессе предоставления услуги клиенту. Вот в Инстаграме я отметила аккаунт, который мы сейчас разбираем. Мы с Евгением, который ведет этот аккаунт, определили ее целевую аудиторию. Вот слева она прописала, как она себе это представляет, а справа я прописала, как я это вижу. Значит, кто ее целевая аудитория для продукта «Крымская соль» в мешочках, который заменит спа-салон дома. Возраст. Как правило, это женщина от 24 до 45 лет. Ну, понятно, что могут быть различные исключения, но мы берем основную часть. Женщины. Согласна. Если мужчина и попадется, то это, опять же, скорее всего, будет исключение. Семейное положение замужем, и оно на самом деле может быть разным. Не обязательно, что это все замужние женщины. Возраст детей от... возраст детей мы указали. Я пометила, что на самом деле ситуация с детьми тоже может быть разной. Место проживания город Симферополь или Россия. Значит, я отметила. Место работы, род деятельности, домохозяйка в декретном отпуске. Я тоже отметила, что может быть разным. Должность. Я тоже не согласилась, отметила, что может быть разной. Должность. Смотрим дальше. Финансовое состояние среднее или чуть выше среднего может позволить тратить деньги на вещи не первой необходимости. Уровень образования. Ну, как правило, это выше. Может быть средне-специально. Более. Проблемы, сложности, связанные с важным решением. С появлением детей совсем нет времени на себя, никогда попить чай, помыть голову, не до себя в общем. Я заметила, что женщины, которые покупают крымскую вообще соль, решают проблемы со здоровьем, спа на дому. Хотят поднять самооценку через наслаждение собою, от ухода за собою, получать комплименты, вопрос с подарками хотят решить. Увлечение. Рукоделие, рисование, флористика, чтение. Я еще добавила фитнес, психология, стиль, красота, спа, здоровый образ жизни. Где можно встретить в интернете, группы, паблики, как и блогеров читают. Вот Евгения отметила мамские форумы, детская медицина простыми словами, инстаграмы, блогеры по отношениям. Я добавила еще стилисты, психологи, косметика по уходу. Кто они? Где можно встретить в реальной жизни? Торгово-развлекательные центры, кафе, детские площадки. Я бы еще добавила фитнес, бизнес-завтраки, медучреждения, салоны красоты. Желание, цель и мечты. Найти себя и свое место в жизни, дело, либо вернуться на свою работу после декрета, если она нравилась. Построить дом, купить новую квартиру, побольше. Я еще добавила поднять самооценку, получить удовольствие по уходу за собой, от мелочей. И создать счастье в доме. Основные возрождения при покупке. Когда я буду это делать, у меня это время не голову помыть, не то чтобы в ванне разлежаться. Как это использовать, срок хранения не аллергенны ли? Вот смотрите, мы изначально выявили целевую аудиторию. И дальше мы пошли по вопросам, которые, ну основные вопросы накидали, чтобы хоть как-то прописать, какой клиент у нас. Евгения на самом деле это писала, основываясь на людях, которые у нее чаще всего совершали покупки. Но так как я уже разбирала не один аккаунт, я уже отметила немножко больше, как я это вижу. И с запасом, как можно расширить каналы продвижения данного продукта. Поэтому я тут везде немножко подписала дополнительно. И, например, боли, проблемы и сложности связаны с вашим решением. Евгения, она основывалась только с появлением детей на себя, именно как домохозяйки. Но на самом деле к розовой соли, точнее к крымской соли, ну вообще к соли прибегают люди по медицинским показаниям. Кто-то из точки зрения красоты, кто-то, например, уделяет время и ухаживает за собой, у них меняется мироощущение. Они себя чувствуют более женственные, эти женщины. Им очень важно, вот, например, даже когда человек принял ванну, не просто ванну, а ванну, арома ванну, получил ты тут наслаждение эстетическое изнутри. Он зарядился позитивом. И дальше вот он оделся, накрасился и пошел, как говорится, украшать мир. То есть здесь может нести еще соль помимо реальной пользы, она еще может нести психологическую пользу. Дальше, а кто-то просто, например, он не пользуется солью, но он любит дарить. Ему будет приятно прийти к Евгении и купить очень красиво оформленную соль и подарить потом в подарок своим знакомым. А кто-то, например, корпоративные подарки будет покупать, закупать. Есть мама, которая, например, своими детьми очень здоровьем заботится и, например, верит в силу спа-соли, потому что лор, например, советует с солью различные процедуры делать. Это тоже будет определенный сегмент. И поэтому я добавила, помимо этих всех форумов, еще что можно, где бы еще можно было эту информацию про соль встретить, я добавила еще туда же и стилисты, и психологи, и косметика по уходу, потому что через вот эти вот все блоги можно продвигать свой продукт, если в них будет упоминаться правильными словами через правильный посыл соль. Так, значит, когда вы будете прописывать свою целевую аудиторию, то желательно вот на все вот эти вопросы, которые перечислены на слайдах с первого, значит, со слайда седьмого по девятым дать ответ. И как можно больше прописать, прямо встать на место клиента и продумывать, как он мыслит. Дальше, кто они, кто их целевая аудитория? Точнее, чья Евгеньевна целевая аудитория, если подвести итог. Целевая аудитория – это женщины 23-45 лет, которые любят ухаживать за собой, получать от процесса удовольствия. Дальше, женщины 28-45 лет, которые именно ухаживают за собой с целью поддержания не только красоты, но и здоровья, мама, которая увлекается спа-медициной, ароматерапией, гомеопатией и возраста от 28 до 40 лет, женщины, которые предпочитают недорогие и полезные эстетические подарки и бизнес B2B. Это вот направление, которое мы выделили. Следующее – это мы прописывали аватар клиента. То есть мы шагнули дальше и прям вот уже прописали примерное понимание, как выглядит клиент Евгений, один из. Как правило, это женщина. И мы прописывали именно конкретных женщин, кто покупал, и какие у них могут быть жизненные ситуации, и почему именно они покупают соль, чтобы пользоваться ею у себя дома. То есть, например, мы взяли Екатерину, которая до 30 лет, у неё дети, она замужем. Она живёт в местной локации, в городе Севастополь, где проживает и сама Евгения, у которой свой магазинчик. Она никогда не работала, то есть она домохозяйка. То есть основной доход лежит на муже. Живут они выше среднего, так как могут себе позволить хорошие продукты, хороший детский сад, хорошая жизнь. Но ей не хватает эмоций. И о Евгении, например, в своём блоге, она пишет про эти эмоции, и она ей через соль, через ощущение праздника в своём продукте помогает вспомнить, какая она была юная, что её может ждать в будущем. То есть, например, женщина, она платежеспособная, Екатерина, у неё есть возможность купить эту соль, то есть у неё с этим проблем. Но её именно засосала бытовуха, и ей хочется эмоций. И уделяя себе время, благодаря соли, она знает, что у неё лежит соль, и она может себе уделить время, она может получить эти эмоции, которые ей и так не хватает. Потому что, например, по каким-то причинам, например, у неё нет возможности постоянно посещать салон. Дальше. Оля. Это следующий аватар клиента. Ей 30 лет, она работает. Она вот уже не дома хозяйка. Значит, у них тоже проблем с мужем нет, то есть с финансами. У них хороший уровень доходов. Но они могут себе позволить ходить в кино, в театр, покатить с бабушкой. Несколько дней недели она, значит, выходит на работу. То есть она работает. Она не домохозяйка. Но и к ней приходит няня. Но так как она очень много себя посвящает работе, то ей, например, не хватает просто расслабления. Не эмоций, а просто получить кайф, расслабиться и насладиться продуктом, который ей предлагает Евгения. А соль, она действительно хорошо способствует расслаблению и поможет Оле решить её проблему. То есть она тоже сможет, благодаря продукту, выделять себе время, потому что она будет знать, что она купила, она может потратить её и насладиться. Следующий аватар клиента – это, например, вот женщина Лариса, которая замужем, у неё тоже двое детей. Замужем, с деньгами у них средние. Но ей хотелось бы большего данному аватару клиента Ларисе. Её расстраивает день сурка. И не то, что от усталости, а именно ей не хватает, опять же, тоже, наверное, эмоций. И ей хотелось бы именно эмоций, когда женщина позволяет поднимать свою самооценку, когда ей хочется именно чувствовать себя нужной, признанной. И вот если через вот эту вот нехватку подавать информацию, то тогда именно через эту вот эмоцию она сможет получить то, чего ей не хватает. И именно соль, которую продает Евгения, вот поможет ей выделить и решить её проблему. Следующий аватар – это Татьяна, которая не замужем, у неё взрослый ребёнок. Получается, что она работает сама, хорошо зарабатывает, любит путешествовать, находится в поиске второй половинки. И для неё, например, важный пункт – это уход за внешностью, наполнение себя удовольствием, женственностью. Её фокус внимания – это хорошее настроение. То есть человек, он прям очень много выделяет времени наполнению собой, например, наполнение себя женственностью, как вот сейчас многие занимаются, развитием себя. И соль – это как один из вариантов, когда женщина уделяет себе время. Знаете, сейчас модно, когда женщина делает круг удовольствия и понимает, через какие сферы она может улучшить, через что. И вот, например, если женщина хочет улучшить внешний вид, эмоции свои, то можно по-разному это решить. Кто-то выберет именно спа на дому и сможет получить от этого удовольствие. И следующий слайд – это точки роста в бизнесе. Евгения мне сразу сказала, что она хочет оставаться в геолокации Севастополя, и у неё на данный момент нет возможности расширять свой бизнес, например, по всему миру или даже по всей России. То есть она готова делать отправки, но не массовые. Поэтому это очень важно для себя решить, на что вы готовы в своём бизнесе, на что вы готовы пойти, как вы готовы… Потому что, например, если вы будете отправлять по всей России, или по всему миру, если по всему миру, то вы должны будете решить вопросы со соплатой, доставку, упаковка, потому что доставка по Севастополю – это одна упаковка. Доставка по России – это второй тип упаковки, потому что транспортировка, перекладывание может влиять на качество и внешний вид упаковки. Если просто эту коробочку завернуть в пакетик, то, естественно, она может прийти помятой. Поэтому, скорее всего, такую коробочку нужно будет завернуть в лучшую коробку, чтобы транспортировка была хорошей. Если отправлять вообще по всему миру, то это вообще нужно будет тогда решить вопрос с оплатой и вопрос с курьерской службой. Опять же, может быть, какие-то там перевалочные пункты создавать, то есть именно продумать логистику. Поэтому на данный момент Евгения хочет остаться в рамках Севастополя. Поэтому я бы всё-таки ей рекомендовала продумать вопрос с упрощением доставки, потому что она много жаловалась, что соль, если делать массовые отправки, она всё-таки не такая она лёгкая, как если бы одна была отправка, а если делать много отправок, то нужно будет упростить именно вопрос самоорганизации. Дальше по поводу упаковки. Как я уже говорила, и поработаю сантиметрный ряд. Например, чтобы были и праздничные упаковки, когда она будет делать подарки, и бытовое употребление просто. То есть, например, человек не хочет тратить деньги на какие-то дополнительные плюшки в упаковке соли, чтобы она не была как именно подарочный вариант, а чтобы просто была соль и соль в обычной упаковке, и не шла бы переплата за какие-то украшения и за какие-то сверхмоменты эстетические именно. И чтобы не зависеть от сезонности. Этот человек, например, привык постоянно принимать ванну с солью. Он вот закупил для себя соль и использует. Ну, просто он будет знать, что эта соль не обычная, а она из крема, на розовую, у нее специальные свойства. И он себя закупает и пользуется. Дальше поработать направление в бизнес B2B. И, например, подумать, что у Евгении в рамках Севастополя есть какие-то бизнес-завтраки, какие кафе, какие магазины, мероприятия. И подумать над созданием мастер-классов по применению соль интересных. Потому что, например, магазин Lush, я знаю, к нему приходишь и заходишь к ним, и они, например, показывают мастер-классы, как растворять соляную бомбочку в воде. Мне это все равно, например, моего ребенка вообще не вытащишь. И вот все консультанты на него заточены, чтобы обаять моего ребенка, чтобы я побольше купила этих бомбочек. И также, например, можно делать мастер-класс по применению соли, продумать, как это можно сделать интересно в рамках логики, куда прийти. И, опять же, люди через общение, они будут больше понимать, как они могут эту соль применить. Опять же, смотря какой тематический завтрак, все это может способствовать завязыванию новых знакомств и повышением чека продаж. Сотрудничество с магазинами подарков Евгения может организовать. Но, опять же, здесь очень важно отметить такой момент, чтобы магазин подарков понимал качество хранения, влажность, чтобы продукт был представлен именно в презентабельном виде и чтобы не было нарушено условия, чтобы с продуктом, мы сейчас даже абстрагируемся от соли, чтобы продукт не попортился, чтобы внешний вид не был нарушен. Вот с магазинами это нужно четко проговаривать, потому что не все относятся достаточно аккуратно к вашему товару. Сотрудничество с салонами красоты, фитнес-центрами, детскими учреждениями. Так как это соль, то в салоны красоты, например, можно это выложить как, опять же, подарки с точки зрения применения. Здесь, наверное, все-таки должен мастер салона быть заинтересован, может быть, в каких-то процентах. Фитнес-центры, опять же, люди туда приходят за здоровьем, и они видят, что они могут там купить, опять же, сопутствующие материалы, те же там, например, ленточки для занятия спортом, фитнес-ленты, да, а та же соль, это тоже для здоровья. То есть, например, можно рассказывать, что принимая ванну, после изнуряющих тренировок с солью, вы расслабляете свое тело. И те, кто этому уделяет внимание, естественно, на это обратят, а те, кто визуал, например, так они вообще представят себе, а те, кто, например, воспринимает мир через запахи, а если им еще дать понюхать, подержать, то я думаю, уверена, что они без этого не уйдут. И детские учреждения, это как раз прям, когда сезонность, лор-заболевания, можно смело туда идти, рассказывать, как соль помогает сократить чистоту и длительность заболеваний лор-органами. И, опять же, мамам рассказывать, показывать про качество и адекватность, нужность данного продукта. И, на самом деле, я бы рекомендовала Евгении рассмотреть мелкий опт продажи с мелким оптом соли. Но для этого Евгении потребуется специалист, потребуется помощник, возможно, по часовую оплату, который бы ей помогал все это дело упаковывать, раскладывать, отправлять. То есть это нужно уже прямо продумывать и ставить на поток. Вот. Евгения есть Инстаграм, я бы отмечала в самом начале. Она выкладывает интересный контент-план, она рассказывает, как использовать соль. У нее очень красивый визуальный контент. Она пишет очень много полезной информации, она давит именно на ту потребность клиентов, на их боли, то, что женщины интересны с точки зрения красоты, с точки зрения полезности и для детишек. Вот. Поэтому заходите, смотрите, подписывайтесь на Евгению. Очень много полезного и очень душевный аккаунт, потому что продукт простой, но в то же время он чувствуется нужным. Дальше. Частный косметолог. Описание продукта. Косметолог, который находится в городе Минусинск, то есть это частная локация. Здесь нету каких-то глобальных онлайн-продаж. Здесь именно работа на месте. Услуга – это уход за лицом, коррекция. Это в основном и плюс бизнес B2B. Инстаграм косметолога, я отметила, Людмила. Мы прописали с ней целевую аудиторию. Возраст – это в основном женщины от 25 до 60 лет, но в среднем от 25 до 45 лет. Женщины, семейное положение у них может быть любое, возраст детей любой, и если есть дети-подростки, то подростки тоже становятся клиентами Людмилы, и в основном их приводят мамы. То есть все равно целевая аудитория остается мамы, потому что они платят за услугу. Место проживания Минусинск, Минусинский район, и, соответственно, ее целевая аудитория живет именно в этой географии. В основном это работа с людьми, домохозяйки, работающие женщины в среднем звене, кто работает с людьми. Должность средней, высшее звено предпринимателей. Финансовое состояние стабильное, среднее, выше среднего. Хотя у Людмилы у нее разные процедуры, есть процедуры, которые доступны всем. Просто единственное, что человеку нужно выделить на них время. Уровень образования средне-специально и высшее. И сложности, которые связаны с решением, это красота. Увлечение, здоровое, правильное питание, фитнес, моды, развитие детей, активный отдых. Где можно встретить, мы обрисовали, что это, как правило, тематические блоки. Местная локация, можно ориентироваться на них. в основном, это все развивается именно в геолокации Минусинск. То есть, какие-то там глобальные рекламы у блогеров, она здесь вообще ни к чему. Где можно встретить реальной жизни, целевую аудиторию, это детские развлекательные центры, салоны, красоты, спортивные клубы, спа, кафе, кулинарные, другие мастер-классы. Желание, мечты, целевую аудиторию Людмилы, это быть молодыми, оставаться привлекательными, получать комплименты, нравиться себе окружающим, получать от этого удовольствие. Основные возражения при покупке. Дорого, и важно обосновать цену, почему нужно прийти к косметологу по уходу за лицом именно за эту цену. Но, как правило, у нее чек адекватный. Единственное, что в рамках ее города важно понимать, какая процедура, почему, как стоит, и какая косметика у нее есть, и какие процедуры. В основном целевая аудитория этой женщины, мы с ней определили 23-45 лет, которая любит ухаживать за собой, получить процесс удовольствия. Женщины 38-60 лет, которые именно ухаживают за собой с целью поддержания не только красоты, но и здоровья. То есть, ходя к ней, они понимают, что совершая тот или иной определенную процедуру, они для себя сохраняют, поддерживают свое здоровье. Мама детей подростков, которые оплачивают им процедуру, то есть, это женщины от 38 до 50 лет, и женщины, которые предпочитают недорогие, полезные цитические, косметические процедуры, то есть, они, предположим, сэкономят на какой-то излишней еде, но для них очень важно сходить к косметологу, то есть, для них красота, поддержание себя, ну, скажем так, они ведут здоровый образ жизни и смотрят, на что они будут тратить деньги. И еще такое направление, как бизнес B2B, это профессиональная косметика, на которой она совершает свой уход, свои процедуры, которые она могла бы также продавать, и это была бы тоже ее сегмент. Ну, понятно, что там огромных каких-то, какой-то прибыли не будет, но тем не менее, это тоже доход. Аватар, мы с ней прописали, например, Галина, женщина 25 лет, замужем, детей нет, муж бизнесмен, она не работает, имеет много свободного времени на себя и пользуется услугами домработницы. Она хорошо зарабатывает, живет в новой квартире, и для нее именно важно следить изо дня в день за внешним видом и фигурой. Она получает все процедуры срок и в полном объеме. График расписан на два месяца вперед, она любит пробовать новинки, поэтому она постоянно ходит у нее расписан месяц и даже больше на процедуры к Людмиле. Она постоянно ходит и получает свои процедуры, то есть это идеальный клиент. И здесь Людмиле, важно ей давать не только внешний вид, но и расширять свой ассортимент процедур, потому что Галина в любом случае к ней будет ходить, и поэтому ее просто нужно удивлять, чтобы она получала удовольствие и видела отличный результат. Мария, это тоже аватар, ну вот другой аватар клиента, это женщина 45 лет, замужем, взрослый ребенок, среднего звена. Она тоже работает, доход средний, муж работает, но доход у них средний. и она, например, ее клиент, один из ее видов клиентов, те, кто очень много времени посвящается ему здоровью, и они к ней приходят за процедурами в салон, потому что хотят тоже сохранить молодость, очень любят новинки, любят различные мастер-классы, любят жить в ногу со временем, хотят долго оставаться молодой, поэтому для нее важна стоимость процедур, она в любом случае придет, но ей нужно именно обосновать стоимость того или иной услуги, когда она придет и заплатит свои деньги. Дальше, и точки роста мы прописали с Людмилой, это приводить клиентов из онлайн на оффлайн и онлайн прием, то есть, например, она могла бы рассказывать к ней салон приходит, она оказывает услугу и, например, ту же косметику она продает, а если, например, онлайн, она могла бы вести мини-курсы, например, как ухаживать, за лицом рассказывать различные возрастные изменения, как лучше с ними бороться, какую косметику она рекомендовала для тех или иных процедур, продавать уходовую косметику для лица и тела, опять же, можно и онлайн, и оффлайн, в зависимости от потребностей клиента, проводить онлайн инсультации, разработать полноценный курс, например, по техникам самомассажа, как, сейчас модно, да, всякие там фейсбилдинг, но именно то, что для нее актуально, что она может предложить, например, если у нее хватает квалификации, она могла бы обучать, опять же, даже своих коллег по географии, да, ну, в своем, например, географическом диапазоне и рассказывать, как они могли бы какие-то новинки им в области косметологии объяснять, чтобы те могли у нее как бы проходить МК-обучение и повышать свою квалификацию. И также можно было бы рекламировать товары, услуги или аккаунты смежных специалистов. Это тоже дополнительный доход. Вывод. Качественное определение своей целевой аудитории спасет сотни, а то и тысячи рублей, потому что если вы не будете распыляться на мелочи, а именно работать с основной целевой аудиторией, как я говорил изначально, то вы будете попадать точно в цель. подробный аватар клиента экономия рекламного бюджета, потому что когда вы создаете свой профиль в Instagram, например, и приходит время, когда вам нужно будет организовывать таргетинг на Facebook, то таргетинг вы организовываете точечно, и зная свою целевую аудиторию, вы прописываете ее очень подробно, и тогда ваша реклама показывается именно нужным клиентам и бьет точно в цель. И если вам понравились разборы, то вы, естественно, можете мне писать, и мы можем такие разборы проводить уже более точно. Я хотела бы дальше в рамках вебинара Ярмарки мастеров проводить на разные темы разборы и показывать как вы можете определить свою целевую аудиторию и смотреть какие у вас могут быть каналы роста, точки роста. Опять же, выбирать именно то, что подходит вам, потому что можно насочинять кучу всего, но самое главное, чтобы вам с этим было комфортно, чтобы вы могли с этим работать, чтобы у вас был запал мотивации и возможности развиваться. Мой вебинар подошел к концу, теперь я сейчас посмотрю и дам ответы на ваши вопросы. Запись вебинара будет, вам ответили. Видео не было, мы говорили об этом, аудио вебинар. откуда берется информация о страхах, эмоциях и образе жизни клиента. Смотрите, если у вас уже есть клиенты, которые у вас сделали хотя бы 2-3 покупки, то вы можете этих клиентов взять для начала за свой аватар. в самом начале я говорила, что целевая аудитория есть как целевая аудитория, а есть аватар клиента, когда уже более расписанно, то есть мы пошли дальше, то есть мы уже прям пытаемся встать на место клиента и понять вообще, как он живет, как он передвигается, чтобы вы понимали, где вы его можете отславливать, где вы можете ему быть полезны со своим товаром, чтобы он захотел совершить эту самую покупку. И вот вы можете, например, взять своих изначальных клиентов, которые у вас были, и попробовать их проанализировать, попробовать проанализировать, почему они у вас совершили покупку. Не просто так, ну вот им, наверное, понравилось. Нет, скорее всего, если у вас есть, например, возможность с ними поговорить, это было бы вообще супер, составить список вопросов и попросить их, если у вас хорошие отношения, либо, может быть, за какой-то презент, уделить вам время и ответить. Если у вас таких клиентов нет, и вы только начинаете, то вы можете пройтись по своим конкурентам, только вас очень прошу брать конкурентов с таким прям запасом, чтобы конкуренты были сильные, чтобы вы понимали, куда вам стремиться. И присмотреть примерных женщин, которые, там, только женщин, мужчин, которые у них совершают покупки, которые у них крутятся там, в комментариях, там, в отзывах, и посмотреть, как они живут. Ну, опять же, те, кто доступен, какие у них интересы, о чем они, на кого они подписаны. Ну, примерно у вас сложится представление, и дальше подумать, представить, как этот человек мог бы жить. То есть, немножко шагнуть дальше, стать на место клиента и разложить его передвижение. И тогда у вас сложится, ну, это, единственное, что, как бы, нужно потрудиться, потратить время и все это прописать. И у вас, поверьте мне, когда вы это сделаете письменно, у вас выстроится все-таки понимание целевой аудитории, аватара, и у вас произойдет это деление, и вы сможете понять, какие они. у вас сложатся впечатления, и вы даже уже в ходе работы будете понимать, так, вот с таким клиентом я не хочу работать, я лучше немножко перейду в соседнюю нишу, пускай это будет попроще, мне сейчас комфортнее, например, так работать. Так, складываются впечатления, что нас учат ходить. Нет, у вас сложилось, Галина Алексеева, сложилось сложное впечатление, я не учу ходить, но смотрите, если вы хотите, вам для начала, чтобы у вас такого не было, вам нужно понять, какой вы хотите бизнес иметь, спокойный или динамичный, потому что если мы динамичны, то я написала, что я предлагаю, то вы можете, например, молодежь, они очень любят всякие завтраки, марафоны, они куда-то ходят, собираются, даже, например, если про стилистов, они, например, собираются компанией, стилисты, перед тем, как она продает свои услуги, она собирает компанию девчонок и женщин, и они приходят, например, в торговый центр, и она объявляет, сегодня будет флэш-моб с белой рубашкой, и вот мы с вами ходим, выбираем, потом мы выкладываем образы в инстаграм, и она их заводит, и вот поверьте мне, пообщавшись с ней, один-два человека после такого бизнес-завтрака, после такой встречи, общения, обязательно захотят и придут к ней и купят ее услугу, то есть получается, что люди дают пощупать, попробовать, какие они на вкус со своей услугой изнутри, а как это можно сделать, если только не пригласив их, а если, например, ваш товар пользуется, например, в салонах, то, к сожалению, придется выйти из зоны комфорта и поработать это направление, если вы хотите, например, свои товары представлять в каких-то салонах или магазинах, это неизбежно. Авторская ручная работа, кто-то одежда авторская. Понятно, что женщина финансово обеспечена, все остальное может быть совершенно любым. ну, во-первых, нужно, у вас были какие-то уже покупки, вам нужно понять, кто у вас покупал, какая-то была женщина и одежда авторская, ну, как правило, это человек, который любит ручную работу, который в состоянии заплатить больше денег, потом, где эта женщина обычно ходит, куда она, во-первых, я не видела вашу одежду, какая она эта одежда, классическая или какая-то эпатажная, потому что, например, если одежда в стиле а-ля рус, например, вот, например, такая вот она национальная, то не каждая женщина оденет. Если она классическая, то, скорее всего, вы можете расширить свою целевую аудиторию на разных женщин. Здесь тут нужно именно прописывать, тогда получается, какие женщины у вас уже были, проанализировать их и тогда понять, где они бывают, за счет чего мы могли бы предлагать свою одежду. так, кто целевая аудитория для авторских текстильных кукол? Не мими-ми-ми типа народных, а смешные бабушки. Ну, как правило, ну, во-первых, я не видела ваших кукол, но, наверное, это те, кто любит игру, во-вторых, ответьте на вопрос, для чего они этих кукол используют. Просто посадить или во время чего они эти куклы используются, с какой целью вы их создаете. Если это типа куклы обереги, то как минимум это люди, которые верят в историю, которые идут параллельно с этими куклами, которые вы можете рассказывать. Если это просто сами по себе куклы, то, опять же, я вас прошу, вот цель создания этих кукол для чего? Как правило, у людей должно быть понимание, почему они должны купить именно эту куклу, а не другое, потому что сейчас же огромное количество предложений интерьерного украшения, и нужно именно понять, если это, потому что ведь куклы могут быть и фарфоровые, и, ну, я изучала недавно их огромное количество, поэтому я еще раз спрашиваю, для чего они должны быть. Спасибо большое вам за комплименты. Вот смотрите, деревянные изделия, кашпо для цветов, подставки для мисок и животных, как определить целевую аудиторию? Я так понимаю, во-первых, у меня вопрос, это ручная работа, или вы просто делаете, ну, для изделия, не заморачиваясь на какой-то ценности? Смотрите, кашпо для цветов, это для украшения интерьера, то есть, как правило, это нужно людям подавать с точки зрения эстетики, чтобы они понимали, что ваши изделия, они будут украшать дом, то есть, они только, они несут эстетическую функцию в своем выполнении, и нужно донести именно вот эту функцию, но вот я не уверена, что если вы будете позиционировать, что это ручная работа, что я просто не видела ваше изделие, то есть, если это, например, ручная работа, вы на этом настаиваете, то нужно доказать тогда людям экспертность, почему они должны купить, если это, например, кашпо дорогое, почему они должны заплатить именно за это кашпо, и, ну, как правило, это естественные люди, которые увлекаются садоводством, которые хотят видеть свой дом красивый, если я вот не поняла, вот вы пишете кашпо для цветов, и тут же пишите подставки для мисок, для животных, если у вас это все в одном аккаунте, например, да, вы как-то это все вместе продаете, то я бы вам советовала как-то это разграничить, потому что людей это может отпугивать, я понимаю, с какой целью вы это делаете, но я вам, вот, часто из практики советую это обязательно разделить, и если вы делаете просто подставки для мисок животных, вы знаете, здесь такой момент, вот, я вас спрошу, у вас большие продажи или нет, потому что, ну, согласитесь, что купить обычную миску в магазине, которая стоит, ну, недорого, и никто не будет как бы этим сильно заморачиваться, намного проще, вот, поэтому вы для себя решите, какие у вас продажи, если у вас проблемы все-таки присутствуют со сбытом, например, вам хотелось бы увеличить чек, то, возможно, вам имеет смысл подумать над преподаванием для, ну, это вам, ну, сместить свой фокус и показывать именно, как преподавать, как готовить, как изготавливать эти миски для своего любимого питомца, потому что, если проблемы есть, то могут быть именно с этим, потому что миски стоят очень дешево, а специально покупать и куда-то ехать за, ну, миской для животных, ну, не все согласятся. Так, что определяется первое, когда разрабатываешь новую коллекцию с нуля? Сначала выбираешь целевую аудиторию, а потом подгоняешь товар под его потребности или наоборот, создаешь товар, а потом ищешь под него целевую аудиторию. Ну, смотрите, здесь нужно понимать, что вы хотите изначально. Если вы хотите, здесь же можно пойти двумя путями и как вы выберете. Ну, как правило, конечно же, так как рынок одежды сейчас переизбыток, то лучше ну, понять тенденции, тренды, какие направления будут работать и создавать товар под потребности целевой аудитории, на мой взгляд. потому что можно ну, сочинять все, что угодно, а потом с этим сидеть. И как бы я как мастер тоже были периоды, когда я с этим страдала тоже. Вот, поэтому конечно же сейчас есть, когда ты изучаешь рынок, ты создаешь коллекцию, смотришь, что заходит. поэтому ты это делаешь минимально. И плюс делаешь новинки, смотришь, как заходят новинки. То есть, например, есть продукция классическая, которая всегда будет продаваться. Например, белая рубашка, да, а есть какая-то эпатажная, я не знаю, там какую-нибудь вот там, ну, как бы сейчас это модно, да, квадрат Малевича, да, можно налепить и всем доказывать, что это круто, пожалуйста, покупайте. А люди не купят, они только продают, посмотрят, но они предпочтут классику. Поэтому, когда предложения превышают спрос на рынке, то я бы, честно говоря, советовала бы аккуратно действовать и смотреть именно с точки зрения потребности, конечно же. Да, Евгения, спасибо вам большое за ваш отзыв. Да, Татьяна, и вам большое спасибо. Спасибо, что вы поняли, что можно транслировать на свою продукцию. Смотрите, Наталья Холодова меня спрашивает, что значит Сузи ЦА. Смотрите, Сузи ЦА, это, например, вы говорите, что у вас не потажная одежда, она у вас обычная городская. Что значит Сузи ЦА? Например, вы не говорите, что к вам придет девочка от 16 лет до взрослой женщины 65 лет. Наверняка, да, у вас обычная городская одежда, но вы ее должны будете показать в разных образах. И белый блейзер на 16-летние девочки с галстучком, например, с жилеткой, в короткой юбке или даже шортиками, какими-нибудь кожанами. Это смотрится совершенно отличительно, чем вы оденете тот же белую блузку на взрослую женщину 45 лет. Понимаете, что у всех фигур разные, но с шортиками здесь уже вопросики, как говорится, и как это будет выглядеть. Поэтому, возможно, у вас и будет целевая аудитория большая, но вы ее поделите, сузите на разные направления, и вы продумаете ваши одежды, образы, как для юных девушек, средних женщин и взрослых женщин. Вы измените, например, подачу именно покажете, и, например, докажете юной девушке, что именно у вас ей нужно покупать, потому что она сможет это сочетать с тем-то, с тем-то, с тем-то. У взрослой женщины вы покажете, что вашу, как вы пишете, обычную одежду можно покупать и компоновать с тем-то, с тем-то. И у вас на самом деле огромные точки роста это взаимодействие со стилистами, потому что чем больше людей о вас узнает, тем больше у вас будет возможности привлечь к себе ваших клиентов. Я понимаю, что это тяжело, но если мы встали на путь продвижения себя, то, как говорится, как ты поработаешь, то ты и получишь такую же отдачу. Я извиняюсь, но сидя на диване ничего не происходит, поэтому я и предлагаю встать выше и посмотреть, с кем бы вы еще могли взаимодействовать, с кем бы вы еще могли сотрудничать, чтобы о вас узнали больше и чтобы с вами захотели общаться и чтобы вас захотели показывать, потому что, например, если придет стилист и профессиональным языком красиво на тот же инстаграм своей аудитории, там, один, второй, третий, или вы какому-то стилисту предложите свои вещи, обыграть, показать. Ну, вы знаете, я обращаюсь к стилистам, потому что я иногда порой сама не додумываюсь до того, до чего они додумываются с моими аксессуарами, поэтому я, например, вот такой канал нашла и активно его использую. И вы не представляете, сколько отдачи от этого будет. Так, для авторской одежды, как правило, люди творческие с нестандартными фигурами. Ну, смотрите, если у вас целевая аудитория, как правило, авторская одежда и люди творческие с нестандартными фигурами, ну, значит, вам нужно идти след за их потребностями и, как правило, просто возраст, да, описать творческие люди, ну, как правило, какие возрасты к вам, какие вот эти вот направления, группы к вам приходят и каждой группе прописать их проблему, которая закрывается. Которая закрывается и вот вы сами отвечаете на свой вопрос. Первое, творческие люди, то есть вам нужно показывать им авторскую одежду, как они это могут обыгрывать в своем творчестве, как они приходят на свой вернисаж, как они ходят, ведут, прям вот давить на их эстетику, ведь творческие люди, у них глаз загорелся, все, они не могут ни жить, ни спать, ни есть, хотят иметь то, что вот они у вас увидели, да, а с нестандартными фигурами, блин, это же их боль, они комплексуются, например, они хотят быть красивее, они вот там стесняются с тем-то или с тем-то, и закрывая их вот эту вот проблему, нестандартную фигуру, подсказывая им, каким аксессуаром, какой складочкой, каким фасоном это можно закрыть, обыграть и подать их лучше, да они вам только сто раз спасибо скажут, и придут опять же первые в вашу новую коллекцию, поэтому вот вы и сусти свою целевую аудиторию для таких людей и пишите свои посты, показывайте и вот эти свою одежду в моменте, чтобы их заинтересовать, им показать, чтобы им стало интересно, и они к вам пришли за покупкой. Пуговка, вот вы пишете, да, ручная работа, вот я надеюсь, я вам все корректно сказала, вот, например, кашпо для цветов, я понимаю, да, то, что вы делаете ручную работу, и, как правило, вы, скорее всего, и общаетесь с любителями ручной работы, у них, скорее всего, дома много ручной работы, они подпишены на мастера ручной работы, может быть, это сами мастера, которые делают ручную работу, и им хочется свой интерьер такими вещами наполнить, и тут вы показываете им свои изделия, объясняете, насколько они ценные, почему именно их нужно купить, но вот насчет мисочек, знаете, я бы, честно говоря, подумала, посмотреть, какие у вас продажи, если, например, у вас все хорошо, да, то можно, возможно, нужно улучшить, а если у вас продажи не очень хорошие, то, может быть, вам миски через мастер-класс сделать, когда люди приходят, да, для своего любимого питомца сделают, например, мисочку, и они вот потом будут его кормить из этой мисочки, вспоминать, как это было когда они сидели с вами, общались, да, то есть именно получить удовольствие этой миской, а потом им будет еще много-много раз, например, это удовольствие, а может быть, даже пойти больше, например, взять детскую целевую аудиторию и на их, например, надавить там, ребенку сказать, сделаем миску для своего любимого животного, у вас, мне кажется, очередь выстроится, но вот так вот продавать именно миски сами, мне кажется, вот немножко соотношение затрат, да, ваших на саму миску, который сейчас просто избыток на рынке, пойти в любую вот этот вот зоомагазин, их достаточно большое количество, мне просто жалко ваш труд, я вам предлагаю немножко другую точку зрения посмотреть и как бы посмотреть другую точку роста, и возможно, если, например, у вас талант преподавателей, общения, то вам цены вообще не будет с таким предложением на рынке прийти в те же там центры и предложить вот такую вот услугу, просто подумать, как это проще, чтобы, ну, если вы с детьми будете работать, как это проще все организовать. Так, Галина Алексеевна, Галина Алексеевна, ну, вы занимаетесь докупажем, вы смотрите, я вот предложила обширные точки роста, как это можно все сделать, но в вашем диапазоне можно проанализировать на самом деле если у вас уже были какие-то продажи, как вы уже их совершали, кому вы делали продажу, если у вас, например, ну, вы меня просто правильно поймите, да, например, если у вас есть круг единомышленников, да, например, вот, например, есть преподаватель по художеству, с которым я до сих пор общаюсь, в которой я училась, и, например, у нее есть группа, этих женщин в возрасте, и называется она как-то то ли старость, то ли радость, я не помню, вот, но она прям подчеркивает возрастную аудиторию, вот, они к ней ходят, занимаются батиком, росписью, и плюс она с ними там какие-то бусы делает, вы знаете, вот это прям целый круг единомышленников, и, может быть, вам попробовать через свое, через свой круг единомышленников, через свой возрастной диапазон рассмотреть свою целевую аудиторию, потому что я, к сожалению, не видела вашей работы, потому что, смотрите, докупаж, для, ну, мне кажется, сейчас немножечко уже пересыщен рынок этим, но, например, с точки зрения мастер-классов, при какой-то группе это было бы, вот в вашем возрастном диапазоне было бы очень сильно востребовано, и вы могли бы предложить людям интересно провести время, ну, опять же, чтобы была доступная цена, то есть, важно об этом тоже подумать. Вот видите, кому-то даже миски нравятся, но, понимаете, я к тому, что, чтобы ценность миски, она была обоснована, потому что, ну, не все на это пойдут. Так, вы пишете, значит, куклы текстильные, в основном интерьерные и грелки на чайнике. Ну, получается, что у вас такой более русский стиль, получается, тогда нужно и целевую аудиторию суживать под тех, кто увлекается именно куклами, кто в основном увлекается таким русским стилем, кто увлекается стариной, любит традиции, возможно, ходит в церковь, потому что, например, вот я занимаюсь вышивкой, ими очень много знакомых, кто занимается вышивкой, и они такие верующие люди, и для них это было бы интересно. Может быть, вам подумать не только изготовление, а еще что-то посмотреть на рынке B2B, потому что, смотрите, здесь же можно делать просто для души, а у кого-то стоит цель зарабатывания денег, поэтому тогда и нужно оценивать, что у вас идет лучше и что пользуется спросом. Если вы делали уже подарков, на заказ, возьмите тогда хотя бы для кого вы делали, и попробуйте проанализировать их для начала, потому что, смотрите, когда вы начинаете, самое главное это начать, и начать делать, начать анализировать, потом можно сто раз вообще все поменять и сто раз исправить, переделать, это же не такой прям глобальный шаг, потому что многие даже монстры мира компании, они начинали с одного, потом делали профориентацию и меняли свои направления. Взяли, проанализировали, поняли, нашли какие-то ошибки, исправили, выписали, здесь ничего такого страшного нету. Наталья Холдова, смотрите, вы пишете, что у вас как была широкая, так и остается, но смотрите, она у вас не то, что широкая, вот, например, ипотажная женщина, да, она, если она любит одеваться только ипотажно, она так и останется ипотажной, просто вам ее нужно разделить, если у вас хорошее такое направление, да, классическая одежда, просто вы ее поделите на такие подгруппки и найдете подход к каждой группе и будете подавать к разной группе отдельно, но все равно вы ее поделите, у меня же там вопросы идут, да, там с первого там по 20 сколько-то, вы все равно, например, я не знаю, готовы сейчас в Америку отправлять? Наверное, нет, поэтому Америка отпадает, то есть у вас география сузится, то есть когда вы пропишете все, что у вас вот в моем вот в этом вот списке есть, вы будете понимать, куда двигаться дальше, и поверьте мне, вы сами каких-то женщин отметете. Вот, Елена Нестыценко, спасибо большое за поддержку для Галины Алексеевны, потому что действительно, вот, вы знаете, мне кажется, сейчас, ну, людям в возрасте, так как, ну, определенное ограниченное количество денег, ну, понятно, что может кому-то кто-то помогает, я надеюсь, да, там внуки, там дети, а у кого-то нет такой возможности, и если, например, вот вы, например, с какими-то центрами договоритесь, я ваш посыл поняла, что вам, например, там, ну, естественно, это нереально ходить куда-то постоянно предлагать, но может быть, действительно имеет смысл по вашей локации, где вы живете, там, позвонить по телефону, мы сказали, вот у меня такое предложение, там, сначала вы просто, там, за материалы, например, за оплату, чтобы вам совсем в ноль не работать, за материалы вы предложите какие-то направления, если понравится, будут положительные отклики, то вы попробуете уже за денежку предложить, потому что, вот моя преподаватель по рисованию, в которой я давно училась, она в возрасте, но она ведет, эти детские группы, она вела, сейчас ей тяжело стало вести, она ведет только взрослые группы, но у нее есть отклики и достаточно положительные, вот, на самом деле, это достаточно хорошее направление, просто вам нужно, ну, сориентироваться, мне кажется, на свой диапазон и вокруг, вот даже своего района, чтобы никуда не ездить, потому что тяжело, а если, например, онлайн, то вопрос, насколько вы с техникой на «ты», чтобы, ну, выстраивать вот эти все вебинары или там мастер-классы, вот, что у вас, какие есть вводные данные, чтобы вы выстраивали свой бизнес, отсюда и будет, ну, что вы можете предложить из ваших возможностей и от этого уже отталкиваться и выстраивать свою целевую аудиторию. Так. Вот Евгения Севохина отличный комментарий для Натальи Хойлодовой печатает. Спасибо большое. Не вижу у нас мальчиков, поэтому я спрошу девушек, какие у вас еще есть вопросы. Наталья, вот напишите, я ответила все-таки на ваш вопрос или вам, у вас все равно какие-то остались вопросы. Жду, чтобы вы мне напечатали. я вижу, что вы пишете, я жду тогда. спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, смотрите, вязаные ажурные салфетки, целевая аудитория. Продолжение следует... Ну, во-первых, какое количество их? Ну, как правило, это целевая аудитория, это не только прямые клиенты, которые их купят. Но, скорее всего, я бы еще по целевую аудиторию подтянула бы тех, кто работает с интерьером, тех, кто... Вот тут же даже квартирный вопрос, например, взять, это вот так вот там стилисты, которые по интерьеру, да, которые организовывают пространство. Какие-то выставки, какие-то направления в этом плане нужно посмотреть. Дальше мы это суживаем до того, что это не Китай, это ручная работа, которую человек изготавливает. Но вам нужно оценить адекватно и честно себе ответить, из чего ваш материал, какой за ним уход. Опросить знакомых, у вас уже были покупки вашего продукта, вот я спрошу, как вас оценивают клиент, почему он вас покупал. То есть прям вот так вот провести такой анализ себя и посмотреть, куда вы можете двинуться дальше. И работая через косвенную целевую аудиторию вот этих вот интерьерные направления, вы подтянете людей, у которых есть весомое слово в определенных слоях населения, да, и они могут не покупать, но они могут быть убедительными для тех, кто купит. То есть, грубо говоря, ваша целевая аудитория здесь мастера по интерьеру, которые подают, а купит уже клиент. Но ваша целевая аудитория вот эти вот люди, которые доносят информацию. Я бы, честно говоря, еще поработала бы с ними, чтобы они вас представили, показали продукт. Ну и как правильно написала Наталья Холдова, да, то, что можно все это показывать в процессе игры. Как, ну вот, я вот не знаю, насколько Елена готова свои салфетки одевать на соленья и баночки. Может быть, они у вас более интерьерные, эстетические. Вот, но именно показывать, если вы ведете аккаунт, да, какой-то, в процессе, в процессе использования, чтобы людям было понятно, что это не бабушкин век, когда она положила на комод и все, да, а что это, например, крутая современная вязаная ручная работа, вот, которая выполнена из таких-то дорогих материалов, качественных, да, то есть она представляет ценность такую-то, вот. А можете, кстати, работать и с подарками магазинами, вот. Вот, то есть мне как бы нужно подумать, так, глобально я, естественно, у меня всегда такая фантазия, то есть я, конечно же, вам предложу. Но вот первое, что мне приходит на ум, это помимо вот классики, помимо прямых клиентов, это вот стиль и стильные консультанты по стилю в интерьере и магазины подарков. Вот, есть ли у вас какие-то еще вопросы? Да, пожалуйста, вот, у нас остается 5 минут. Если у вас есть какие-то еще подарки, извините, вопросы, то я тогда могу сейчас на них ответить. Если я всем ответила на ваши вопросы и вам понравился вебинар, пожалуйста, оставьте отзывы. И я всегда читаю все отзывы, которые мне пишут, мне очень приятно. Вот, приходите ко мне, подписывайтесь на меня. И я планирую еще проводить подобного рода вебинары. Хочу рассказать про шоколад ручной работы. И плюс еще хочу один аккаунт какой-то взять на рассмотрение, пока еще не решила какой. Вот, поэтому если кто-то заинтересован, пожалуйста, пишите, спрашивайте. Тогда сориентируемся. Спасибо большое. На этом мы заканчиваем. Татьяна, огромное спасибо. Очень интересная, полезная тема. Спасибо, что так понятно на доступном языке. Спасибо большое. Уважаемые слушатели, огромное спасибо и вам за то, что вы были с нами, за ваши интересные вопросы. И, конечно же, за ваше внимание. Если вы оставите отзывы о прослушанном вебинаре, просьба ставить оценку им на автору и информацию от него. Если есть какие-либо предложения или пожелания к трансляции, обязательно пишите их, но в комментариях к вебинару. Ну, а запись сегодняшнего мероприятия придет всем вам ссылкой на электронную почту. Запись будет бесплатна. Вы сможете просматривать ее неограниченное количество раз и в любое удобное для вас время. Главное, не забудьте, пожалуйста, авторизоваться на портале ярмарка мастеров, иначе запись не будет доступна. И также всегда можно найти запись в себе, ссылки в письме в разделе Академия в прошедших вебинарах. Тоже не забудьте авторизоваться. Ну, а мы надеемся еще не раз с вами встретиться. Заходите к нам на ярмарку, смотрите расписание и, конечно же, записывайтесь на новые интересные занятия. До новых встреч в Академии ярмарки мастеров! Продолжение следует...